2014 год стоит отметить годом особого внимания криптовалютам непосредственно к биткоину как он будет развиваться 2015 году и какие факторы на это будут влиять мы сегодня общаемся с михаилом чабанянам из bitcoin агенции куна bitcoin немного говорили в 14 году валюта считается довольно волатильной именно это делает и наверняка привлекательным по вашему мнению в 15 году будет чем заявить о себе данные криптовалюта сто процентов начнем с того что все-таки 14 год показал что биткоин это не валюта потому что вы видите волатильностью соответственно она не сохраняет стоимость а это один из ключевых параметров денег или валюты соответственно это больше платежный инструмент вот в качестве платежного инструмента она себя оправдала на все сто процентов прошлом году и в этом году будет колоссальнейшее развитие именно в этом направлении многие американские аналитики считают что валюта интересна ссылаясь на то что даже представители wall street вкладывают в нее пробуют себя именно в биткоине вот как вы относитесь к тому что крупные игроки заходят на данный рынок ну крупные игроки все-таки смотрят на технологию в корне биткоина лежит технология блокчейн вот блокчейн сам по себе и есть интерес буквально недавно вот 75 миллионов долларов подняла компания coinbase в течение месяца таки появится на nasdaq bitcoin фонд то есть до wall street интересуется wall street вкладывает колоссальные деньги накачивает эту систему да тем не менее мы видим падение цены на то есть за прошлый год мы упали из порядка там 800 900 долларов и завершили около 200 и сейчас она в районе 200 и колеблется причина причина это чисто спекулятивная то есть накачано было спекулянтами и она также и спустилась то есть как поднялась такая пустилась то есть реальная стоимость вероятнее всего сейчас как раз и есть около 200 драйвером роста может быть во первых а опять чисто спекулятивно б если вот эта вся экосистема найдет реальное применение биткоина то есть она уйдет от биткоина денег или валюты к биткоину платежная сеть или транспортная сеть для каких-то других активов есть необходимость найти себя данная она потихоньку уже и находит да то есть это инструмент для передачи каких-либо активов это могут быть как деньги внутри этой системы на то есть к примеру если мы с вами подписали какой-то контракт вы в америке я в украине да мне нужно вам оплатить деньги для этого я покупаю за гривну биткоины тут же их отправляю вам вы их конвертируете сразу уж себя на американской бирже в долларе получаете доллар здесь волатильность биткоина за вот эти вот 5-10 минут абсолютно никак не скажется на наших контрактах соответственно мы использовали биткоин не как деньги а как транспорт для наших денег то есть фиатные валюты гривну в биткоин при в доллар при этом смотрите какой интересный факт мне не нужно было покупать доллар что сейчас проблематично мне не нужно было подписывать какие-то дополнительные договора мне не нужно было нести этот доллар отправлять свифтовку платить за свифтовку ждать день-тиро-три пока свифтовка дойдет до вас вы это все получили в течение 15 минут это можно организовать а если бы биткоина у меня были то это практически моментально вы их получили сразу же сконвертировали получили доллар на свой банковский счет по вашему мнению будет ли проникновение биткоина в банковские системы то бишь вот это все звучит очень хорошо но если бы это было еще каким-то образом взаимосвязано с банками если вы банки ну как бы относились к биткоину более может быть снисходительно более серьезно принимали его точно также как то есть не было необходимости создавать альтернативу альтернативе да есть банк как возможность платить а тут есть необходимость создать отдельную систему отдельные переводы вот не боялись потому что это столкновение двух противоположных систем то есть банковская система в лице федеральной резервной системы это вот старая уже проверенная тысячелетиями не побоюсь этого слова фискальная система да и тут появился биткоин который говорит нам не нужны посредники в виде банков на не нужна вот эта вот федеральная резервная система которая будет сама решать сколько долларов печатать да мы знаем что и гривна и рубль и евро это все произвольно доллара они так или иначе завязаны на федеральную резервную соответственно говорит что банки начнут принимать биткоин маловероятно но есть скажем так банки анархисты к примеру тот же фидер банк в германии вот они активно работают с биржами они активно интегрируют криптовалюту и технологии блокчейн в свою систему и продвигают ее сейчас также стоит заметить что банки это есть самое уязвимое и самое тонкое место вот все экосистемы биткоин то есть в момент конвертации фиатной валюты будь то безналичной или наличной да и все равно это идет через банк вот банк это есть как раз вот то место где все стопорится из-за чего экосистема не растет так быстро как хотелось бы это сделать соответственно что мы увидим в этом году мы увидим появление новых банков тот же фидер он развивается мы увидим появление банка в украине который будет работать с криптовалютой мы увидим развитие в я думаю англии и у меня есть информация что уже крупнейшие американские банки где-то в апреле начнут тестировать системы не тестировать а даже уже в в пилотном проекте использовать технологию ripple это тоже основано на криптовалютах вот но чуть-чуть другая технология да так что так или иначе банки понимают что есть что-то новое есть спрос люди это хотят то есть по старому уже жить не получится нужно как куда-то двигаться то есть они сопротивлялись но двигаются вот возвращаясь к истории с coinbase который получил немалую инвестицию и это непосредственно связано с банками дело в том что представитель сити групп был одним из участников соинвесторов в coinbase и как мне кажется вот при том что в целом система банковская вы говорите да она идет на ну идет стык интересов но сами банкиры они понимают что это новые возможности и если дать возможность тому же coinbase развиваться можно увидеть в каком русле она пойдет и вот дальше уже это русло куда-то направлять согласны ли вы с этим будут будут проводить влиять на это смотрите банк это некая такая мифическая структура он все равно стоит на банкирах на сотрудниках банка это люди соответственно люди внутри этой системы видят что эта система финансовая она уже давно сгнила перегнила и вот-вот развалится ее все латают латают эти дырки постоянно но она не 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 устоит то есть что-то нужно предложить вот сообщество пока мировое за исключением биткоин ничего другого не придумала то есть это либо предлагают нам системы похожие на федеральную резервную систему либо другая альтернатива сейчас это есть вот технология блокчейн соответственно банкиры внутри этой системы они уже вот так вот надышались этой гнилью они хотят что-то новое поэтому они смотрят на технологии такие как блокчейн и технологии в частности биткоин поэтому я не удивлен что в инвесторах вот coinbase есть и банкиры я уверен что этот тренд продолжится вот мы увидим новые банки поэтому как бы ну деваться некуда то есть элита существующая она тоже понимает что все этому этому же конец нужно куда-то двигаться в новое направление поэтому пока другой альтернативы нет это элита так вот пульсирует пробивает с другой стороны мы также видим уже нарисовавшийся тренд не очень положительный в целом да это америка пытается монополизировать вот биткоин тот же coinbase они накачивают деньгами битпэй накачивают деньгами своими они вели мораторий на пять лет по регуляции биткоин в америке вы знаете да и с другой стороны невидимой рукой они вот в других странах создают какие-то препятствия зачем они это делают они тоже делали не первый раз они делали это на других технологиях и рынках они делают все чтобы стартапы биткоин в других странах не развивались они все шли в америку как это случилось с силиконовой долине вот поэтому вот они с одной стороны говорят у нас все хорошо да все окей мы вам будем помогать вот тут 75 миллионов coinbase собрал и потом через там пятую колону в россии вводят какие-то запреты в китае там что-то такое шумиху наводят и так далее по вашему мнению наиболее активно будет развиваться в штатах непосредственно из-за желания соединенных штатов америки но они понимают что победить невозможно поэтому единственная возможность сейчас как тогда контролировать это возглавить вот то что мы сейчас и видим поэтому я бы относился так с осторожностью к системам как coinbase и битпэй потому что это все-таки централизованная система собственники их опять те же самые люди ну и мы знаем по нашей стране что от перемены мест политиков до система как была так и есть она как была никакая так ты поменяли януковича на кого-то ничего не изменилось то же самое и там поэтому да это положительные новости в целом но я так бы с аккуратностью аккуратко смотрел бы на развитие по цены биткоина реально ли что-либо прогнозировать либо волатильность настолько высока что любые прогнозы но меняются каждый день тут два аспекта первое капитализация всех биткоинов сейчас порядка четырех миллиардов долларов это просто копейки для финансового рынка соответственно маломальский банк войдя в эту систему он может колоссально повлиять на цену что собственно говоря немного и произошло поэтому нам с вами здесь сидеть и прогнозировать что будет курсом было бы неправильно если бы мы с вами были я ротшильд вы рокфеллер или наоборот тогда да то есть мы понимаем что там какую-то копейку кинул тебя цена взросла потом ты это все опустил это упал я бы прогнозы не давал пока единственное что можно предугадать это то что так как система с ограниченным количеством биткоином то есть она заведомо дефляционно то есть заведомо мы знаем что спрос будет расти предложение не увеличится соответственно цена должна расти ну и в этом году я уверен что мы все-таки мы как биткоин сообщество мировое найдем ту точку где биткоин найдет себя вот как войдут пазы вы понимаете вот то есть вот вот это он создан для этого о факторах которые влияют на развитие криптовалют мы сегодня общались с михаилом чабанянам из биткоин агенции куна спасибо за ваше внимание с вами был александр кулебаба специально для дука скопи тиви из киева